Итак, давайте начнем. 38-й псалом, в который мы с вами погружаемся. Совершенно другая вода, очень тяжелая. Ну, нельзя сказать, что 37-й был прям прогулкой легкой, потому что понятно, что в 37-м псаломе очень много было рассуждений, хитрых, неожиданных поворотов, связанных с вот этой вечной темой страданий праведников. И в 38-м совершенно другое настроение, и здесь мы с вами будем учиться, будем учиться жаловаться. Вообще, в еврейском характере, ну, одна из деталей нашего национального характера, это вот эта способность постоянно охать, айкать, жаловаться и перечислять свои неприятности. В принципе, это древнее качество, которое совершенно не в эпоху идиш-культуры возникло. Да, в эпоху идиш-культуры нас били как следует быть. С этим не поспоришь, но и до этого нас били. То есть сказать, что нас вдруг начали преследовать и начали вдруг устраивать еврейские погромы во времена идиш-культуры, мы, конечно, с вами не можем, не должны, это неправильно абсолютно. Потому что преследования еврейского народа никогда не начинались и никогда не заканчиваются, они вечны. Вот столько, сколько еврейский народ существует, столько нам пытаются делать гадости. И царь Давид в данном случае не совсем в этом смысле будет жаловаться на жизнь, потому что на антисемитов ему особо-таки жаловаться не приходилось в течение жизни. Ибо с антисемитами, как мы с вами хорошо помним, у царя Давида был короткий разговор. И это антисемиты должны были жаловаться на царя Давида, что, собственно, они и делали. Потому что такое количество их антисемитов, сколько перебил царь Давид, это еще надо поискать такого второго еврея, который столько, значит, порешил наших врагов. Поэтому, в принципе, у царя Давида все его очень большие, как мы знаем, чудовищные периодически проблемы были от своих евреев, ну и, понятно, от Творца, который периодически наказывал Давида за его мелкие, средние, ну и иногда не мелкие и не средние просчеты. В данном случае, как было анонсировано в прошлый раз, 38-й псалом говорит о ситуации, возникшей сразу после греха Батшеба. Таких псалмов хватает. То есть, вообще, в принципе, псалмов Давида, которые говорят о трагедии, которая произошла с царем Давидом сразу после того, как он забрал чужую жену, у нас хватает. Потому что, понятно, этот поступок и последствия этого поступка в псалмах Давида не могли не отразиться в полной мере. Он все время так или иначе возвращается к этой теме, все время спотыкается об эту проблему. Но некоторые псалмы, они не просто являются воспоминаниями о том, как это все случилось, не просто еще раз призывают переживать эту ситуацию, а написаны по спешим следам. В частности, 38-й и 51-й. И для того, чтобы в этом разобраться, нам придется с вами опять пойти на ту самую замечательную страницу Талмуда, которую мы с вами уже посещали, я уже не помню, сколько раз эту страницу Талмуда мы с вами видели. Я, правда, открыл в таком сейчас здесь затрапезном виде, но неважно, вы уже не затрапезном виде, то есть я имею в виду в том виде, в котором она в Талмуде находится. Вы ее уже неоднократно видели, я открыл просто текст. Так вот, сейчас вам этот текст покажу, о чем идет речь. Это вот, видите, да, Вавиловский Талмуд, трактат Сангедрин, 107-й лист, первая сторона. Здесь излагается, как вы, наверное, помните, вся эта самая история с Батшевой. Вот уже мы с вами видели и в 11-м псалме, и в 17-м псалме эту страницу. Тут постоянные ссылки на псалмы. И в 35-м псалме мы были бы на этой странице. И мы еще пойдем в нашем 38-м псалме, и в 51-м псалме мы тоже здесь будем. Значит, то есть у нас постоянно возникает эта страница Талмуда в связи с тем, что произошло с Батшевой и со всеми последствиями. Ну и один из моментов, который здесь, как мы знаем с вами, упоминается очень кратко, не сказать вскользь прямо, это то, что с ним произошло в смысле здоровья. Ну, я, как всегда, начну немножко, так сказать, от печки, когда начинается вся эта идея. Значит, Амар Лефана. А Давид сказал перед Богом, знаменитое сокращение, рибонашилалам, властелин мира, мэхоль ли алютуавон, прости мне тот грех, причем кулу весь. Решил сразу просить много. Амар сказал, это вот формулировка, на которую мы уже с вами обращали внимание, совершенно потрясающая фраза. Квар Атид Шломо Бинха Ломар Бехохмато. Вот этот перевод этой фразы прямой, он, конечно, мозг выносит. Это как следует, уже в будущем Ломо, сын твой, сказал в своей мудрости. Понимаете, чем Бог отвечает царе Давиду сразу после греха Аббатшема. Даже, допустим, что это было гораздо позже там, но это было не гораздо позже. То есть, я что хотел сказать, что, в принципе, мы могли бы сказать, что, может быть, уже Шломо родился к тому моменту, когда Давид просил Бога простить его, ничего подобного. То есть, по первым строчкам еще это как-то можно протащить, но дальше совершенно очевидно, что разговор идет по свежим следам. Никакого Шломо нет. Батшевы еще нету, как следует. То есть, у царя Давида был только с ней один контакт, и после этого произошла вот эта вся история. С Урией, Урия, мягко выражаясь, погиб официальный муж Батшев. Короче, все вот это уже случилось, и по свежим следам, пока еще Шломо, конечно, не родился, царя Соломона нет, ребенка еще нет. Бог заявляет ему в ответ, уже, Квар, Атид, в будущем, уже в будущем, понимаете? Шломо Бинха, твой сын Шломо скажет в своей мудрости. Что вот это значит, уже в будущем? А значит, это то, что Атид, это как бы предстоит, да, в будущем в смысле предстоит, уже предстоит твоему сыну Шломо сказать. Поскольку, как мы с вами понимаем, что притча царя Шломо – это часть Танаха, и без какой-либо буквы, не то что книги, Танах в его полноценном виде, естественно, невозможен. То есть, кто-то должен был взять на себя почетную обязанность составить книгу-притч. И в тот момент, когда не было ни составителя, еще не родился царь Шломо, и, соответственно, не было никакой книги-притч, у Всевышнего, естественно, Танах-то был. Господь Бог-то Танах читал, да? Ну, в целом виде, до того, как его успели записать постепенно. Так вот, он заявляет в связи с этим царю Давиду, что уже в будущем. Ну, в смысле того, что выхода нет, обязательно придется. Уже ясно, уже, как говорится, непреодолимо то, что в будущем обязательно твой сын царь Шломо, который обязательно у тебя родится, потому что кто-то же должен все вот это вот написать. Три книги в Танахе от царя Шломо, так сказать, от его щедрот, как вы понимаете, появились. Да, то есть он обязан сказать фразу в шестой главе Мишли. Может ли держать человек, ну, вот это слово «ихотэ», ну, мешать, подмешивать, размешивать. Можно ли человек размешивать огонь у себя за пазухой в годов Латиса, и при этом, чтобы его одежда не сгорела? Спрашивает царь Шломо, простая такая, но очень тяжелая на самом деле, моральная метафора. Бывает ли так, что человек несет за пазухой горящие угли, и одежда у него не подгорает? Не бывает. Или если пойдет человек по углям горящий, вороглах Латехавен и свои ноги не обожжет. И что дальше говорит царь Шломо? Прямо там, Мишли. Также тот, кто имел отношение с женой своего ближнего, не очистится всякий, кто прикоснулся к ней. Ну, вот это вот что так, понимаете? Ну, то есть это вообще отдельный разговор, что царь Шломо это говорит. Сын Батшевы, человек, который появился на свет, благодаря тому, что вот он здесь пишет, что всякий, кто поимел отношение с чужой женой, не очистится. И причем не очистится к Коляну Гею, всякий, кто к ней прикоснулся. Папаша! Ужас какой. То есть такое впечатление, что он, так сказать. Ну, естественно, знаете, Мишлей написано в середине жизни царем Шломо, папа давно умер. Царь Давид умер, когда царю Шломо было 12 лет. Выглядит это довольно странно. То есть это все наподумать в смысле вот этих взаимоотношений с папой. Ну, хорошо, то есть, конечно, мы понимаем, что тут написано о непреодолимости этих слов. Ничего с этим сделать невозможно. И это вот по всей видимости, то, что здесь написано, Шломо Бинха, Шломо, сын твой должен это сказать, это дополнительный удар по голове. Поскольку царь Шломо вынужден транслировать три книги, и одна из них Мишлей, и в тексте Мишлей, который вот сейчас находится перед Всевышним, когда он разговаривает с царем Давидом, книжечку Танаха, издательство Маханайма, с какой Маханайма, издательство Артскролл, он держит перед собой Всевышний кошерную книжку Танаха, так в ней у Творца мира написано, что в Мишлее должно быть вот так. Такой текст должен быть у царя Шломо в притче. То есть, хочет он, Шломо Бинха, Шломо, твой сын, или не хочет, конечно, он, скорее всего, не хочет такое писать про папу, ибо он является, извините, плодом вот этого всего. Ему надо писать, что вот человек несет за пазухой угли, человек бегает по костру, так он сошжет одежду и пятки. И так вот, не будем показывать пальцем на могилу, кто это сделал. Человек, который имел отношение с чужой женой, ну, все. Не очистятся всякие, кто прикасается к ней. То есть, короче говоря, Давид просит Всевышнего простить его, а Всевышний ему не просто говорит, ничего не получится, он еще ему вот такую моральную травму наносит. Он говорит, твой сын, родненький, от этой батши, он будет писать про тебя вот так. И из того, что он напишет, совершенно очевидно, что прощать тебя нельзя. А он говорит Всевышний, Давид, до такой степени отвергается тот человек, ну, имеется в виду, он сам, он про себя говорит, ты настолько меня отталкиваешь? Ну, понятно, что после такого отчаянного вопроса какой-то рецепт все-таки появился. Сказал ему, Кабель, Аллеха, Исури, прими на себя страдания. В очередной раз обращаю ваше внимание, что в этом месте все добровольно. Дело добровольно. Прими на себя страдания. А что? А что, если нет? А если нет, то после смерти душой царя Давида были бы соответствующие огромные неприятности, ему пришлось бы, так сказать, великими страданиями очищаться от своего греха. Так предложение было такое, что давай здесь, помучайся здесь. И вот то, что здесь, наоборот, эти три слова, это наш 38-й псалом. Именно это, именно 38-й. Прими на себя страдания. Потому что именно в 38-м псаломе написано, какие именно страдания Давид на себя принял. Здесь, в Талмуде мы сейчас увидим, не будет написано. Ну, фраза одна. Конечно, она крайне неприятная. Ужасная фраза. Но никаких подробностей-то нет. Ничего не понятно. Дело было добровольное. Естественно, Кибель Аллах принял на себя. Амарав Юда Амарав. Амарав Юда Амарав. Амарав Юда Амарав. Говорит это Минерава. Шиша Хадашим Ницитара Давид. Шесть месяцев был прокаженным Давид. Вот это слово Ницитара. Был прокажен. Ну, полгода болеть проказой – это, конечно, мягко говоря, ужасно. Но мы с вами как-то, так сказать, видели в Торе, только что в недельной главе, что появляется какая-то блямбочка на коже у человека. Коэн заявляет, что блямбочка – это не является проказой, что она нечиста. Этот товарищ блямбочка идет отдыхать за три лагеря, так сказать, выходит за пределы всего еврейского общества. Сидит там, пока блямбочка у него не проходит. Вот она у него прошла, после того, значит, приходит, производится процедура, и все. То есть, как будто бы получается, что это не то, что какие-то там невероятные физические страдания, это просто некий знак того, что ты был неправ. Тебя выгнали. Ты там посидел, сделал тшу. Рассказался, вернулся, в общем. То есть, ну, это, конечно, очень неприятно. Но по недельной главе, и потому что здесь написано, создается именно такое впечатление, что, значит, вот царь Давид был прокаженным, ну, в смысле того, что там у него появилась какая-то язва проказа, из-за этого он не мог находиться, естественно, ни в храме, ни в Сангедрине, нигде там рядом с храмом, значит, на храмовой горе, не мог появляться в святых местах, не мог ни в чем участвовать, сидел где-то на отшибе. Ну, очень, конечно, неприятно, позорно, все так. Но никаких жутких физических муках. Здесь вроде как не написано. Внестолка имена Шхина, убралась от него Шхина, то есть присутствие Бога его покинул. Першу в имена Сангедрин, отделился от него Синедрион, ни старая диктив, откуда мы учим, что он был прокаженным. Очень интересно, не из нашего псалма, я обещал, да, есть еще 51, да. Есть 51. Техатени Беизов, это эр, такамсени Мишелакалбит, да. То есть здесь, наверное, мы это все разберем в 51-м псалме. Еще раз, дорогие друзья, извините за занудство, но пока мы еще дойдем до 51-го, мы уже забудем, что мы сейчас здесь разбирали, но, в принципе, да, Техатени Беизов, вот здесь написано, что ты меня очисть с помощью изова. Изов – это вот такая травка, которая в нашей недельной главе про очищение прокаженного упомянута, вот, пожалуйста, очищай меня этой травкой, говорит царь Давид. Ну, понятно. Речь идет про процедуру Атагер, и я буду чист очищение прокаженного, которое упомянуто в Торе. Это единственная процедура, в которой есть очищение с помощью пучка этого изова, с помощью этой травы. Не сталкай именно, что она убралась от него шахина в том же псалме, а Шива Ли Сасоми, шаха в руах надеватый смехени, да, верни мне свой, поддержи меня своим руах надеват, духом, так сказать, своего благоволения, вот, отдалились от него члены Синедриона, это нам еще в 119-м псалме придется опять на эту страницу идти, да, я напомню вам, я Шива Ли Иереха, верни мне богобоязненных своих, ну, тут счет, откуда берется 6 месяцев, потому что там не учитывается, видите, царь Давид, он царствовал всего 40 лет, и говорится уже на второй стороне этого листа, что в Хевронии он царствовал 7 лет, да, в Иерусалиме 33 года получается, 7 плюс 33, где 40, да, ну, в принципе, там еще 6 месяцев, вот эти вот 6 месяцев вторые не учитываются, в общем, короче говоря, выучивается, откуда мы знаем про 6 месяцев. Так вот, вот в нашем этом псалме, будьте любезны, 38-м, в нем описывается, не просто по свежим следам, а просто во время этих 6 месяцев, что с ним конкретно происходило. Мама дорогая, так говорят некоторые жители Черноморского побережья, что с ним происходило. То есть только в этом 38-м псалме мы это знаем. Очень интересно, что, например, Раший не хочет так объяснять этот псалм, только благодаря Мальдему, его откровениям, мы знаем, что это именно об этом, Раший обходит, по всей видимости, специально, ну, наверняка специально, как-то не хочет прямолинейно попшатов, простому смыслу объяснять этот псалм. Сейчас мы увидим, видите, Мизмор или Давид, очень интересное слово, Леазгир. Еще там в конце всем, ну, в конце, через 25 псалмов будет еще один похожий, да, нам на цех давит Ляазгир. Написано, Ляазгир. Значит, псалом Давида, чтобы напоминать. Что за напоминание? Кому кто должен напоминать? И вот здесь возникает такой, как бы спор комментаторов. Ну, понятно, что с Рашей вообще не возможно спорить, но все-таки. Значит, Раший так объяснил. Упоминать в каком смысле? Леомро бешат царан. Говорит этот псалом в час бедствия. Леазгир царатан шелисраэллиф неакадаш барву. Упоминать бедствия евреев перед Всевышним. То есть, в связи со всем еврейским народом Давид сказал этот псалом. То есть, Раший выводит этот псалом совершенно из личностной, так сказать, парадигмы, то есть, из личностных проблем царя Давида Раши это удаляет. И говорит, что царь Давид как бы в данном случае вдохновился, так сказать, вот, вжился в образ еврейского народа. Да. И от имени всех евреев, которых бьют, а бьют евреев постоянно, вот он, значит, такой псалом написал. То есть, это как, по мнению Раши, и весь псалом именно так Раши трактует и понимает, это не крики болезненные, не стинания самого Давида, а это еврейский народ, который постоянно попадает в какие-то жуткие неприятности. И вот он, значит, стунет и плачет во время очередных своих бедствий. И этот псалом, он как раз для того и делается, чтобы Лео, Скир упоминать кого, чего, кому упоминать страдания еврейского народа перед Всевышним. То есть, это фактически вот такая вот классическая жалоба еврейского народа. когда евреи жалуются на свою жизнь и делают это перед Творцом. Как это у нас в эпоху Едиш-культуры всегда такте, флоте, значит, папа, что ты со мной делаешь, почему очередной еврейский погром произошел, ну, в общем, обычный ужасный, чудовищный, непредставимый для спокойно, приятно живущим современных евреев. Но, тем не менее, это все-таки такой более или менее глобальный общий способ это все трактовать. А вот здесь у Майбима совершенно другое место. Замерзе, гусат, эта песня написана Бехалото, когда он болел Махала Аннуша. Знаете, такое выражение? Болезнью отчаянной Тануша. Совершенно то есть. Чудовищной болезнью. Но потом выздоровел от этой болезни. И это было после истории с Батшевой, как мы сказали. Что он поставил в зависимости свою болезнь от грехов своих. Вегамайва Сасу Азаграту. И, конечно, тогда его враги веселились из-за его бедствия. Вехашвала Махшават и думали про него постоянно. Тоже очень важная момент, очень важная деталь, что люди, которые ненавидели Давида, считали его не просто грешником, а человеком, который опозорил еврейское царство, опозорил нашу корону с вами еврейскую, своим поведением с Батшевой, и он должен немедленно освободить стул, на котором он руководит еврейским народом. Трон должен быть освобожден для достойного. Это я вам излагаю логику, например, его дорогого, любимого советника, Ахитофеля, как вы помните, который был под совместительством дедушкой Батшевой, пострадавшей страной. Ахитофель был далеко не один, как вы понимаете, в этой истории, потому что там еще все родственники царя Шаула, колена Бениамина, которые всю кровь у царя Давида выпили в итоге. Было много, целая компания, Авнер и потом Шиме Бенгейра, который как раз по этому поводу издевался над царем Давида, глава Синездиона, на секундочку. Вот эти вот все, так сказать, представители отстраненной от власти партии Бениамина, это вот те самые люди, которые радовались страданиям Давида, издевались на них, постоянно о нем думали. Вот. Есть Бог на свете, есть справедливость. У нее джезаживо. В такой обстановке существовать, как вы понимаете, мягко говоря, тяжело, но еще и когда речь идет о глубочайших внутренних терзаниях праведного человека, который настолько потрясающе, неожиданно, странно оступился, понятно, что написано в Талмуде на том же самом любимом листе, который мы только что открывали, что Давид, в принципе, не подходил. Ну, основное место, это, конечно, Трактатия Водозра на пятом месте, а в другом месте Талмуд, что ни Давид не подходил к этому делу, не был достоин такого ужасного поступка и такого ужасного развития событий, еврейский народ не был достоин поклоняться золотому тельцу. это совершенно отдельная история, но чудовищные внутренние моральные страдания, которые совместились с не менее страшными физическими муками, это то, что происходило в течение полугода. То есть, он не неделю болел, да, шесть месяцев непрекращающегося вот такого вот ада на земле, который Бог устроил царю Давиду. Причем, видите, все добровольно, он предупредил, даже просто предложил. Ты готов вот так вот расплачиваться здесь? Но по полной. То есть, фактически, когда мы сейчас с Божьей помощью начнем разбирать этот 38-й апсалом, мы будем понимать и будем все время вспоминать, что Иов, которого, может быть, вообще не существовал, в отличие от царя Давида. Вы помните, что есть версия в трактате Баоббатра, в Талмуде, что книга Иова это литературное произведение, которое на секундочку написал Мошарабейн про страдание праведника. Никакого Иова не существовало в природе. И просто Мошарабейн написал историю, философский такой трактат, философскую литературу про праведника, который общается со своими друзьями по поводу божественной справедливости или несправедливости в нашем мире. И вот мы все время будем вспоминать, как он там гнил и страдал, потому что они болели одними и тем же. Иов болел проказой. И Давид, но Иов-то при этом имел поддержку. К нему прибежали его друзья, у него жена еще была, осталась. А царь Давид прежде всего оказался в кольце врагов. Подавляющее большинство жителей той святой земли, которой он руководил, превратились или в его личных врагов, или в людей, которые перемывают его косточки, так сказать, на своих кухнях, рассказывают про него сковрезности, про него и про Батшеву. Вот в таком положении он оказался на полгода. Да, так в Ализаве, об этом говорится Леаскир. Видите, какой спор получается между Рашей и Мальдом. Раша, говорит Леаскир, упоминать в смысле того, что надо от имени всего еврейского народа молиться, о наших бедствиях, страданиях, упоминать наши страдания, рассказывать о них Богу. То есть, в принципе, тоже, кстати говоря, важный момент, на этом тоже надо сконцентрироваться, что Раша дает такой совет, когда человеку плохо, об этом надо Богу говорить. То есть, человек, который жалуется Богу на свои страдания, он не тоже какой-то там нудник еврейский, он, конечно, нудник, но чем бы не хватало, чтобы в нашем тяжелейшем положении, ну, я имею в виду в разные исторические периоды, когда нам было очень плохо евреям, чтобы мы еще и не нудили, чтобы бьют и плакать не дают, конечно, мы им плакать. То есть, это нормальное поведение, и даже это следует делать. То есть, упоминать свои страдания перед Богом, это в смысле того, что, вот, не просто рассказывать о них, а еще, естественно, просить о том, чтобы они прекратили. Мальбиум совершенно другую вещь. Можно сказать, противоположную. Шейискор Хатавш, он будет упоминать, вспоминать свои грехи в ее ну или ингдоте, и они будут перед ним всегда. То есть, не то, что надо жаловаться Всевышнему и говорить, как же так, ой-ой-ой, спаси, пожалуйста. Ну, в смысле того, что мы недостойны таких страданий, примерно, такой же посыл. Потому что, если ты достоин страданий, если так тебе и надо, что ты кричишь? Сиди, терпи, заработал. Так, если ты плачешь, кричишь, рассказываешь Всевышнему, как тебе плохо, так ты имеешь и души тебе похуже, чем должно быть на самом деле. Да? И это позиция раш, позиция Мальбом противоположной. Не надо ничего Всевышнему говорить. Потому что Всевышний сам сказал только что, ты принимаешь для себя это безобразие всем. Хочешь страдать, хочешь в этом мире расплатиться, но по полу. И Давид немедленно говорит, да, конечно. Что мне еще не хватало там? После смерти разбираться с этим? Давай сейчас. Ну, ладно. И вот это ладно, это я вам скажу. Учить на ночь тяжело, буквально немножко. До того, как начнутся душераздирающие физиологические детали. Они тут есть. Ашем. Понятно. Начинается все с имени Бога. Аль бекет спеха не в гневе своем увещевай меня. И в ярости своей мучи меня. Ну, тут надо разораться. Где стоит не, то есть везде ли оно стоит. То есть вроде как написано не в гневе своем ты меня увещевай. Ну, то хехе не то хаха, То есть если ты хочешь меня воспитывать, пожалуйста, воспитывай меня не в гневе. То есть воспитательный процесс, это же не, ну, что-то другое. То есть если мы говорим о принятии страданий в качестве наказания, это не совсем то, что называется то ха-ха, воспитание, увещевание, это просто расчет. Ты сделал, получи. Не, ты сидишь, так сказать, обтекаешь, получаешь, да. Это не называется воспитательный процесс. Конечно, страдания они тоже и воспитывают. Но это не чисто воспитательный процесс, это уже как бы вывод, как бы такой вот конечный пункт всего этого воспитания. Воспитание было до этого, там, Всевышний ему объяснял, цитировал ему собственного ребенка, его царя шлама, как мы говорили. То есть, это додор. А сейчас, когда тебя просто бьют, нещадно. Поэтому, если ты меня будешь воспитывать, давай мы будем это делать не в твоем состоянии гнева. Это его просьба. Сейчас будем читать мальбима, потому что без мальбима ты вообще не разберешься, что он имел в виду. И вот смотрите, вот это не, не в гневе своем, увещевание, оно, в принципе, может быть отнесено и к второй части. Получается, как бы не в гневе воспитывай меня и в ярости своей муч меня. То есть, что значит и в ярости своей муч меня? Как бы не тоже, как будто не надо так делать. Меня увещевать в гневе и меня мучить в ярости. То есть, так можно, понятно. Но тут есть проблема, и мальбим на нее укажет. Потому что мы уже с вами видели в одном псалме выше. Похожую фразу. И там вот это не два раза. Оба раза. Чтобы мы не запутались. А здесь как будто написано наоборот. То есть, если ты уж вздумаешь меня опять воспитывать, пожалуйста, давай-ка, мы будем это с тобой делать спокойно. Без гнева, ярости, чтобы потоки огненные на мою голову не низвергались. Это то, что хочет сказать Давид в первой фразе. Во второй сваразе он говорит, но в ярости своей мучу меня. То есть, поскольку мы договорились, я никаких претензий не имею. То есть, не то, что не мучай меня, и тем более не мучай меня в ярости, а мучай меня, и мучай меня в ярости, раз мы так договорились. То есть, по этому пункту я ничего не говорю. Пьешь, бей. Договорились? Такое было предложение, предложение было принято. Ну, тут большой комментарий мой. Смотри, что он говорит. Это уже сказано выше, видите, шестой псалом. Аль-бе-аб-ха-то-хи-хэ-ни, не в гневе своем меня увещевай, ве-аль-бе-хам-а-тхат-хи-хэ-ни, и не в ярости своей мучай. То есть, вот это не в том, в шестом псалме. То есть, такая же фраза, абсолютно, практически дословно, не второй раз присутствует. Значит, сейчас начинает мать-бе это все разъяснять. Там я вам объясню, что есть разница между гневом и кецов, вот этот аф и кецов, это гнев, злоба, и между словом хейма от слова жар, ярость мы переводим, что вот эти вот гневы и злобы, это бегалой, это совершенно откровенно делается, это открытое нападение на человека. Абахима, а вот эта вот ярость или жар, и анатура болев, она хранится в сердце, эта ярость, это внутреннее состояние, которое может не выходить на рот. Оно чувствуется, наверное, но может не проявляться ярко. Мейшевдель Мейсер Мухех, и понятно, есть разница между человеком, который Мейсер мучает, и тем, который Мухех увещевает и воспитывает. Ша Мухеху, что человек, который Мухех увещевает, для швомеха этого ботит. Он хочет отвернуть человека, отстранить человека от его греха, который может в будущем быть совершен. То есть, это разговор про будущее, это в принципе может быть спокойный разговор, потому что речь не идет о том, что человек уже нагадил. Может, он уже да, нагадил, но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что в будущем он воздержался неправильного поведения. И этот разговор в принципе может быть нормальным. это не будет в ярости. Это не должно быть состояние, когда внутри тебя трясет. Ты с человеком разговариваешь, это неправильно. В таком состоянии, когда ты внутренне переполняешься негативом против этого человека, естественно, ни о каком увещевании, ни о каком воспитательном процессе речи идти не может, ты должен успокоиться внутренней прежности. Ты должен быть уравновешенным внутри. И после этого только начинать воспитывать, как известно. И о еф ло юхи, потому что враг, я говорил про Иова, чуть не прочитал вместо врага о еф и о. Ну, вы знаете, это знаменитая история, когда в трактате Баубатра там на месте, где разбирается книга Иова в первой главе. говорит Иов Всевышнего, может, ты перепутал между и о еф и о еф. Простите, а вот эти буквы две, ваф и ют перепутались. Иов говорит Богу, может быть, ты думал, что я не и о фа о еф, не и о фа враг, что ты так со мной себя ведешь. Вот, враг, он не воспитывай, друг воспитывай, а ва ле фа ми, но иногда, иногда, увещевание, воспитание, те би а в галуише, а ке о бамаку, оно может происходить с открытым гневом, когда увещеваемого бьют ударами. То есть, битье, как раньше считалось, оно таки определяет сознание периодически. То есть, и в некоторых случаях, когда человека надо воспитывать, и человеку надо доступно разъяснить, что грешить в будущем не следует, приходится применять вот такие простые и древние, испробованные в течение всей истории человечества, методики, то есть, бить, убекешь, да, и царь Давид просит, чтобы не было увещевания в гневе. То есть, когда пойдет разговор, то что, как мы с вами только что видели в Талмуде, к этому моменту разговор закончен. Сейчас уже не идет речь про диалоги. Сейчас Творец, так сказать, устроил царю Давиду получение страдания, месит, мучает, избивает, убивает, ужас, что творится, так, но разговор окончен. Так это как бы на будущее. То есть, когда мы снова с тобой будем беседовать, говорит, избиваемый царь Давид, давай-ка мы с тобой это будем делать без гнева. Рак би дворим раким, а то в там и да, мягкими словами и хорошим, приятным тоном, да, ту в там и да, в благом, в благом смысле и знание. Теперь, а мейса, вторая часть пасука, вот это вот, где речь идет уже просто про само мучение и избиение, то, что месер, мейса, да, уби сурим, это наказание, страдание альхетава за грех прошлый. Это не про будущее. Это про то, что человек нагадил и сейчас он получает. Это всегда бывает с гневом открыто. То есть, избивать человека с приятным, ласковым выражением лица обычно никто не бывает. Ну, не будет так делать, человек. То есть, может быть, в некоторых случаях, когда родители воспитывают детей, удается их отшлепать с мягким, приятным выражением лица, и это правильно, кстати говоря, мы об этом говорили неоднократно, но когда речь идет про получение наказания свыше по полной программе, когда человек действительно сильно провинился, ну, понятно, это происходит в гневе, в каком смысле? Бьют больно, сильно, долго и с последствиями, да, то есть, вот так вот, А валь бекеш, но что просит Давид? Шилотия бехима пневис. Это очень интересно, чтобы это не было с гневом внутренним. Это слово хейма. Обращаю ваше внимание еще раз, это говорится про там, про шестой псалом. Там написано, Альбахамов, пожалуйста, не во внутренней горячности меня мучай. То есть, ты меня мучай, конечно, но не делай этого, говорит там Давид в шестом псалме, в состоянии внутренней ярости. То есть, пусть внешне это все выглядит, как оно должно выглядеть, а как это должно? Ну, избиение, там месяц, там это все, ошметки летят буквально во все стороны, кровища, да, все правильно, все так. Но пусть это будет только внешне, потому что это необходимо для того, чтобы получить наказание. Но чтобы внутреннее у Творца не было как бы в глубинном смысле, вот, в глубинном смысле понимания взаимоотношений между Богом и человеком, чтобы у него не было этого внутреннего негатива против человека. А в Альбу, но здесь, отмечает Магин, лока фармилатвер, не удвоено слово и не. Вот этого и не второй раз не. И поэтому тут на мире не совершенно другое. Кираа увидел Давид, что это кака-то ашем. Вот это вот увещевание Бога. Маши у которого он пробуждал его совершить раскаяние. И, значит, исправить его дорогу у Бекесов. Оно происходит в злобе, в гневе. То есть, увещевание уже происходит в гневе. Кимаца льбу мала и ушь, потому что он нашел сердце свое в полном отчаянии. То есть, царь Давид был в состоянии глубокого внутреннего отчаяния. И вот в глубине своей души он страшно страдал. И до того, что вот это увещевание внутреннее, глубокое, связанное с его грехами, а это Бекесов Гадоль было с большим гневом со стороны дворца. Вот из-за этого он ужасно страдал, что дворец, когда он с ним разговаривал до этого, цитировал ему сына, то, что мы разбирали ночью, это было в страшном гневе. Дворец гневался на него, и это привело к ужасным внутренним страданиям, моральным страданиям Давида. И кроме этого еще, после того, как царь Давид ужасно страдал морально из-за того, что дворец воспитывал его крайне недоброжелательным, он еще присоединил страдания внешние. Шельгуфо, вот это его тело, в Аюбе, они были в страшной ярости внутренней, он чувствовал, насколько глубинно это негативное отношение в эти шесть месяцев свыше. в Аюбе, 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 со страшной жестокостью и потоком гнева. просто. То есть, так вот, мучить человека можно только в очень глубоком негативе пребывая в отношении этой личности. Он просил у Бога, он просил, чтобы к нему не приходили два этих аспекта яхот вместе. Он не хотел, чтобы его и то, и другое мучило. Шельгуфо, чтобы он его и воспитывал в гневе, в Аюбе, так сказать, доставляя его душе внутри страшные страдания. И при этом еще плюс к этому с внутренним вот этим вот страшным негативным ощущением с этой жестокостью его мучил. Что при этом еще получались страшные страдания тела. В принципе, достойно, чтобы с помощью вот этого внутреннего ощущения, тяжелого внутреннего ощущения величины раскаяния, цукаталев вот этого стизнутого страдающего сердца ошермаца, который был у царя Давида, который у него оказался, хотя бы берутся внешние страдания, то есть за счет внутренних его мук, которые он переносит после своего греха, мук этого раскаяния, так чтобы хотя бы его не разделяли на части физические страдания, или наоборот, то, кстати говоря, более естественно выглядит в той ситуации, о которой мы говорим, что из-за величия огромной силы внешних страданий, просто физических мук, эмоционоком болеем, ему станет легче сердечно, и дакобезеи и Маркова он узнает, что таким образом с него снимутся грехи, а не то, что его будут и бить физически, страшным образом, он будет страшно страдать физически, и морально будет тоже продолжать страдать, чувствовать, что он все равно не приближается к Богу благодаря этим страданиям, то есть в принципе человек может мучиться, праведный человек, может очень сильно физически страдать, но чувствовать, что эти страдания его постепенно очищают, и все ближе он становится к Богу благодаря этим страданиям, такое ощущение у высоко духовного, праведного человека может быть, у Давида его не было. Давайте вот час поздний здесь встанем, потому что следующее уже начинается, да, ибо кихи цеха не хату би, потому что стрелы твои опустились в меня, ватин хатала я деха, и опустилась на меня рука твоя, что за стрелы, что за рука, там дальше начинаются ужасающие физиологические подробности, вот, все это мы с вами с Божьей помощью уже в следующий раз посмотрим, но, уважаемые друзья, нужно запастись терпением, это очень страшный псалом, который единственный в своем роде такой, потому что он показывает реально, что таки происходило в эти страшные шесть месяцев, и что означает для высокоправедного человека вот этот вот разговор, прими на себя страдания, приму, что это практически значит, с Божьей помощью продолжим, всего самого лучше. Спасибо большое. Спасибо, Ара.